Ну а теперь настало время поговорить обо всех тонкостях охотничьего дела с настоящим специалистом в этом вопросе. Знакомьтесь, у нас в гостях заместитель председателя первичной охотничьей организации Столбцовского района Александр Аксенчик. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Скажите честно, утренний подъем для вас нормальное дело или охота дело сугубо ночное, вечернее? Ну бывает по-разному, поэтому привыкли с утра быть, чувствовать себя бодрыми, веселыми, ну как и поздно ложиться, потому что охота, она все-таки происходит в разное время суток, поэтому мы стараемся держать себя в форме. Охота в пущей неволе, часто говорит Александр. Поэтому да. А сколько лет вы вообще в принципе занимаетесь охотой? Это для вас хобби или уже какое-то жизнь? Для меня это хобби, но достаточно долго. Я около 20 лет охочусь. Ну и как в жизни бывает, какой-то периодичной интенсивностью, то есть когда на это есть время позволяют какие-то рабочие или семейные обстоятельства, это может как быть более активно или же какой-то в паузе. Как, наверное, у каждого человека, который раб своего вовлечения и хобби. А как вы пришли к тому, что вы стали охотником? То есть как происходит осознание того, что вот я хочу пойти на охоту? Вы знаете, это скорее всего какой-то коллективный порыв. То есть компания людей, которыми я был дружен и которые в моей жизни сыграли определенную роль, уже как бы были состоявшимися охотниками. Поэтому для вас это произошло 15-25 лет. Да, вот в общем-то зацепило и с той поры как-то как увлечение все-таки оно набирало-набирало обороты. Поэтому сегодня уже в таком зрелом возрасте можно сказать, что кое-что об этом знаю. И в общем нашел настоящих друзей, в том числе и в охотничьем коллективе. Вы охотитесь только в Белоруссии или же не только? Ну, так как мы хотим побольше времени проводить на охоте, конечно, стараемся делать это поближе к дому, в тех условиях, в которых это можно организовать. Потому что очень часто охота – это коллективное времяпровождение. И собрать команду и коллектив нужно все-таки обладать достаточным временем. Потому что куда-то ехать все-таки сложно организовать коллектив, чтобы он куда-то ехал, переехал. У всех свои какие-то дела, обстоятельства. Поэтому стараемся находиться даже поближе к Минску. Поэтому, когда мы едем, надо учитывать, что время тратится и на дорогу в том числе. Все-таки охота, я понимаю, у нас ведь регулируется. И регулируется то количество зверей и живности, на которые можно охотиться. То есть не сильно ли страдает белорусская природа от такого увлечения? Я немножко так шире даже скажу, что охота – это все-таки часть культуры общества, которая веками пронесла общество через свое развитие. И поэтому само общество не заинтересовано погубить все живое и красивое на корню, которое окружает нас, как людей, уже многие века. Поэтому, если бы даже не охотники, возможно, этого было бы и меньше. Потому что, к сожалению, цивилизация наступает на среду обитания диких животных. В силу жизнедеятельности человека. Поэтому, наверное, никто, как охотники, не заинтересован в том, чтобы животный мир воспроизводился еще в большем объеме, в котором мы где-то его контролируем. И на смену, допустим, хищнику, как волку, или каким-то другим хищным зерям, человек все-таки старается изъять из природы какие-то виды, которые все-таки не губят это многообразие нашей природы. Конечно, многим как-то романтично с детства стать охотником, но, к счастью, все-таки наше государство, общество регулирует это желание. То есть для того, чтобы им стать, надо отучиться, пройти курсы, и сдать экзамены. Есть такая организация Белгосохота, я считаю, она дает такое правильное направление молодому человеку или зрелому, который хотел бы стать охотником. То есть он уже обязан вникнуть во все тонкости этого вопроса, сдать экзамены. И, соответственно, он уже представляет, на что можно. Плюс он вливается в первичный коллектив, в котором есть уже люди более опытные. Здесь достойный пример. И, в общем-то, отношения в этом коллективе строятся по принципу «делай как я». Поэтому в любом случае этот молодой, как так сказать, стажер или человек с малым опытом, он на примере более опытных товарищей приобретает и развивает свои навыки, и понимает, как определить именно то животное, на которое идет охота. В принципе, охота – это только мужское занятие или женщины тоже в вашей команде охотников есть? Женщины… У нас в команде женщин нет, но иногда встречаются женщины, вот как бы семейное такое у них увлечение. Женщинам нравится находиться вот все-таки в красивой одежде, в красивых пейзажах. Женщина, наверное, охоте остается женщиной. Ну и легенды о Диане, наверное, имели под собой какое-то основание. Но женщина чаще, мне кажется, все-таки на семье сосредоточена, на доме, поэтому вот вырваться не всегда получается. Плюс погода, она не всегда нас радует. Поэтому в Беларуси… Женщине сложнее сделать укладку в лесу. Женщина, да, вот правильно сказали, что женщина хочет всегда выглядеть. Тем более здесь мне тоже хочется защитить мужчин. Если он идет на охоту, не надо идти с ним, дай ему отдохнуть. Это как на рыбалку, да? Да. Кстати, рыбачек я встречал больше. Мы знаем, что вы участвовали недавно в съемках фильма, где была довольно сложная сцена с охотой. И, как я понимаю, режиссер хотел настоящую охоту, увидеть настоящего зверя. Да, дело в том, что все вот эти съемки, они все-таки носят характер эпизодов. Потому что снять такой фильм из актеров только мы, в общем-то. Остальные дикий зверь, он не хочет сниматься в этом фильме. Поэтому не всегда получается сопоставить вот эти факторы свободного времени, работы оператора, погоды, сроков охоты. Но когда это все складывается, мы пытаемся снять какой-то эпизод. Потому что этот эпизод должен носить и эстетический, и информационный какой-то характер. Потому что все-таки его будут смотреть люди, его будут смотреть дети. Это должно быть все снято в рамках тех традиций, которые мы продвигаем как охотники. Поэтому мы пытаемся снять всего буквально вчера, позавчера мы пытались снять охоту на лося. Сейчас именно такой период этой охоты, когда самца лося выманивают звуками его, так сказать, конкурента, и попытаться его выманить из звездной чащи на открытое пространство для того, чтобы вот его добыть. Но это сложно, потому что сейчас столько боровиков в белорусском лесу, что грибники распугали. Согнали их в болото, поэтому это все сложно. Но у нас получилось. Спасибо вам большое, что заглянули к нам сегодня утром. Нам было очень интересно с вами пообщаться. А я напомню нашим телезрителям, что сегодня в гостях у студии «Хорошего настроения» был заместитель председателя первичной охотничьей организации Столбцовского района Александр Аксенчик. Что пожелаете охотникам, которые сейчас смотрят вас с утра? Ну, я пожелать хочу, как традиционно, ни пуха, ни пера. Ну, и чтобы их понимали в семье, что когда они уезжают, все-таки они уезжают отдыхать. Каким-то таким хозяйским взглядом осмотреть, все ли в порядке в нашем лесу. Надо их тоже относиться к ним с пониманием, потому что все-таки охота является частью нашей европейской культуры. И которая, может быть, на протяжении долгого времени формировала нас, как все-таки людей, которые пронесли любовь к природе, не уничтожили ее, а все-таки сохранили. Ну, вот поэтому такие пожелания. Спасибо. Хорошего настроения. Спасибо вам большое. Мы тоже желаем и вам хорошего настроения и удачной охоты, как в книжках Редиарда Киплинга. А вот право эфира телеканала СТВ мы передаем тоже охотникам, охотникам за актуальной информацией. В эфире СТВ новости 24 часа.